Продолжим рассказ. Говорят, что лидер Вань Лу, Лу Джао Яо, проложила себе путь через пруд дракона. Хоть она и победила Луо Мин Цюане, Золотое Божество, её тело разлетелось на щепки и улетучилось, она серьёзно заболела. Когда демон Ли Чэнь Лань об этом узнал, то очень разволновался и обыскал каждый угол в поисках противоядия для Лу Джао Яо. Но путь поиска противоядия полон трудностей. Поэтому шансы того, что Лу Джао Яо сможет поправиться, становятся всё меньше. В момент отчаяния Ли Чэнь Лань, чтобы доказать свою любовь к Лу Джао Яо, решает провести свадебную церемонию и делает Лу Джао Яо предложение. Здорово! Здорово! Так держать! Что это за чушь? Кто разрешал им жениться? Господин, это всё правда? Я не обманул ни на слово! Ван! Это... Ань Ву. Пусть Цзинь Сио придёт ко мне. Чё? Так странно приходить на собственную могилу. Не говори ерунды. Я прикажу, чтобы её разрушили. Зачем? Она красивая. Это прекрасное воспоминание. Не только для тебя. У меня тоже осталось множество воспоминаний. Когда я очнулась и вернулась в Чэнзи, я впервые увидела тебя именно здесь. Тогда я выскочила из дерева. Ты занял моё место. Я очень хотела тебя убить. Это стоит отметить. Зачем ты сюда пришла? Я искала тебя в Циньбу. Но стражи сказали, что ты ушёл. Я подумала, что ты здесь. Брат, хочешь выпить? Хорошо. Раньше ты точно так же сидел здесь. Смотрел на сияющую луну и звёзды в любое время года. Как и ты. Я хочу послушать твоё сердце. Оно говорит, что ты волнуешься обо мне. Ты страдаешь из-за меня. Ты боишься меня потерять. Мне нравятся последние фразы. Оно говорит, что ты любишь меня. Или я ослышалась. Ни на слово. Да, это было не больно. Я 41. Я т URL. Я твой. Любовь. Евгений. Они плывут. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Лидер. Лидер! Отставить формальности. Ада, за мной. Предложение? Лидер, обычно стражи очень заняты. Мы убиваем людей или сажаем в темницу. У нас нет времени на отношения. Не говоря уже о браке. Хочешь сказать, что тебе нужен отпуск? Нет, 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 нет. Лидер, я не это имел в виду. Я просто подумал, что сделать предложение бывшему лидеру сложнее самой жестокой пытки. Простите, я не могу помочь. Лидер, может, спросите западного главу? Он очень умный человек. Думаю, для него это проще простого. Думаю, судя по характеру Джао-Яо, не лучше ли спросить ее напрямую? Сразу перейди к делу, чисто и ясно. Перейти сразу к делу, это слишком прямолинейно. Как мне это сделать? Есть один стих. Как девушка эта в дом мужа прибудет? Навстречу ей выйдут сто колесниц. Может, прокатитесь на колеснице, чтобы все выглядело величественно? Зал Джао-Яо и зал Цинбор разделяет одна стена. Какая тут колесница? Разве это не перебор? Персики в полном цвету напоминают юность невесты и ее красоту. Чэнь Лань, в день предложения ты должен устроить романтическую обстановку. Может, подаришь Джао-Яо ветви персика? Я подарил ей очищающее зеркало. У него специфическое значение. Ни один подарок с ним не сравнится. Красивая девушка с цитрой в руках не будет таить свое наслаждение. Может, сыграешь ей пьесу «Феникс ищет подругу», чтобы показать, что хочешь жениться. А Жон, ты настоящий гений. Почему ты не можешь придумать ничего другого? Я просто свободный воин. Я всегда был один. и любил лишь Ю и Чжу. Боюсь, мне никогда не выпадет шанс сделать предложение. Я уже сломал над этим голову. Кстати, Южный глава – самый изысканный из нас. И если тебя не устраивают мои предложения, может, спросишь его? Я хочу сделать Джоу-Яу предложение. Хочешь сделать Джоу-Яу предложение? Но я понятия не имею, как именно это сделать. А Жон сказал, что ты самый изысканный. Поэтому я пришел к тебе за советом. Я не могу помочь ничем другим, кроме как лекарствам. Я принесла выпечку. Продолжайте разговор. Несмотря ни на что, ты должен создать располагающую обстановку. Лучше всего быть сдержанным. Боюсь, она этого не оценит. Сердце Лу-Чжау-Яу больше чашки. Она может не оценить твоих усилий. Что ты предлагаешь? Я думаю, что реакцию Лу-Чжау-Яу нельзя предугадать. Твое предложение должно сопровождаться сюрпризом, который застанет ее врасплох. Подари ей что-нибудь необычное. А мне кажется, что это радостное событие. Аура смерти там ни к чему. Мы должны играть по-крупному. Грандиозно. Грандиозно? Насколько? Это просто предложение. А вы так распереживались. Не хотите для начала выпить чаю? Девушки обычно лучше понимают друг друга. Госпожа Шень, дайте Ченю Ланю совет. Ну что вы. Я просто думаю, что хоть девушки более сентиментальны, мы все же разные. Особенно такая выдающаяся женщина, как госпожа Лу. Ей не нужны формальности, и она не любит такого. Поэтому, если лидер будет настоящим, она тут же поймет, что вы хотите. Хорошо. Решено. Мягко и сдержанно. Я хочу сделать это у горных ворот. Я подарю Джао Яо боярышник. Она его обожает. Начнем с этого. Затем я и залью ей свою душу, и перейду к теме. А потом, мимо нас полетят лепестки цветов. Сделаем это по-современному. Лидер, почему вы хотите сделать это у горных ворот? О некоторых вещах легче говорить, чем их сделать. Что вы имеете в виду? Почему я ничего не понимаю? Ладно, ладно. Нам пора приступать. Слушаюсь. Брат! У меня есть новости. Говорят, лидер хочет сделать предложение. Я говорю это, потому что мы друзья. Никому не разболтай. Не волнуйся, ты же меня знаешь. У меня есть дела. Я пошел. Сделать предложение? Вот ты где. Ты не заплатил за вино. Брат, дай мне еще пару дней, ладно? Нет уж. Сколько уже прошло? Слушай, тогда вместо денег я отплачу тебе новостью. Серьезно? Да. Открывай уже. Живее. Бросайте игры. Ван Лу уже ходуном ходит. Все же хорошо, в чем дело? Что они делают? Эти новости обошлись мне в копеечку. Неужели они сплетничают о Ван Лу? Интересно. Не тяни быка за рога. Рассказывай. Лидер хочет сделать предложение бывшему лидеру. Предложение? Предложение? Уродец хочет жениться на лидере? Кто это сказал? Я протестую. Я никогда не соглашусь. Новость о том, что лидер готовит предложение, не должна дойти до бывшего лидера. Вы меня поняли? Да, конечно. Что здесь происходит? Бывший лидер. О чем вы говорили? Лидер поручил нам задание. Мы все обсудили. Расходимся. Уходим. Что это значит? Госпожа Шэнь сказала прийти к семи часам. Но ее до сих пор нет. Ну надо же. Шэнь Сэнь Синь и тебя позвала? Сегодня очень красивая луна. Луна светит сквозь облака, и вправду красивая. Джао Яо, у тебя хорошее настроение? Настроение? Неплохое. Тебе не показалось, что все вдруг стали очень странными? Странными? Наверное, ты не заметил. Почему Шэнь Сэнь Синь еще не пришла? Она заблудилась? Я ее поищу. Подожди. Где ты достал боярышник посреди ночи? Я... Джао Яо. Я... Я... Ты... Лидер! Отпустите! Руки прочь! Я хочу к лидеру! Тань Гуан, Шэцы очень сильные. Уколи ее иглой. Это Шэцы слишком корявая. Отпустите! Лидер! Это плохо. Лидер! Отпустите! Лидер! Шэцы! Уродец! Он делает предложение! Тихо! После всего, что произошло, ты хочешь сделать мне предложение? Хорошо. Без проблем. Мы с тобой сделали столько всего для этого мира. Сейчас мы можем пожениться. Я сказала, давай поженимся! Я сказала, давай поженимся! Ты меня слышишь? Нет! Отпустите меня! Что Лу-Джоу сказала? Слишком ветрено. Я не услышал. Лидер! Лидер! Замолчи! Отпусти! Лидер! 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 Замолчи! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Братцынь, невестка Почему вы так торопились? Я говорил, что торопиться некуда Но жена вытащила меня из кабинета И привела к тебе Она сказала, что хочет утвердить помолвку Почему ты сваливаешь все на меня? Тебе ведь тоже нравится Цанлин? Ха-ха-ха Джи Янь Джи Янь Ты... Ты не согласна? Я... нет Я согласна. Я буду заботиться о тебе всю жизнь. Девчонка, ты чего ревёшь? Я так счастлива видеть их вместе. Тогда чего разревелась? Это слёзы счастья. Чушь. Послушайте сюда. Лидер моя. Нечего радоваться за этого уродца. Джи Янь, ты тоже найдёшь своё счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Йоиджо. Знаю. Я подделка. Я не настоящая Йоиджу. У настоящей Йоиджу не деревянные уши. А Жон. Йоиджу лишь одна. Я не хочу быть подделкой. Ты не Йоиджу. Но ты не подделка. Ты та, кто ты есть. Я не могу тебя отпустить. Джи Янь. Поздравляю. Теперь вы вместе. Это дядя сказал передать тебе. Цинь Цинь Ци Янь в порядке? Тем не менее, брат Цу Янь взял управление башней на себя. Так что всё хорошо. Не расстраивайся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Судя по карте, Ванилу выгоднее обороняться, чем нападать. Именно. Секта Ванилу окружена природными барьерами. Вход в секту хорошо охраняется. Мы едва ли сможем туда попасть. Это довольно опасно. Чего бояться? Пойдём напролом. Убьём всех, кого увидим. Распорядитель Чи. Есть предложение? Почему бы нам не устроить на горе пожар? Я заберу Ванилу у себя. Хочешь, чтобы я сжёг свои владения? Я знаю, что за тобой никого нет. Иначе бы я заподозрил тебя в шпионаже. Где лидер Тан? Тан Юнь не здоровится. Но павильон Цинынь согласился отправить войска на уничтожение Ванилу. Это ты её спрятал? Я хотел, но она не позволила. Почему никто из вас не может придумать, как напасть на Ванилу? Ванилу осталось три главы. Первая — Ши Ци. Сильна в боевых искусствах, но очень наивна. Гу Хань Гуан — выдающийся медик, но боевыми искусствами едва владеет. Что касается Саможона, он знает обо всём. Но он калека. Если он останется без защиты, то едва ли сможет себя защитить. Давайте так. Давайте разделимся на три группы. И избавимся от трёх глав. Лишим его помощников. Тогда мы сможем обессилить Ванилу. Кроме того, мы можем использовать это как угрозу. Это лучшая идея. Сделаем, как ты сказал. Но запомните, лоджауяу моя. Вам запрещено к ней прикасаться. Ажон. Ты знаешь, как заставить сердце Лотоса цвести? Сердце Лотоса — сокровище башни Тысячи Прахов. Только лидер башни может заставить его расцвести. Лидер Цинь лишился своих сил. Боюсь. У нас ещё есть время. Способ должен быть. Не волнуйся. Я сделаю всё, чтобы найти другой способ. Ажон. У меня есть просьба. Говори. Джауяу согласилась выйти за меня. Но у меня нет родственников. Мы давно знакомы. Ты мне как брат. Я хочу, чтобы ты был гостем на моей свадьбе. Хорошо. Как-никак. Ванилу ждёт радостное событие. Где Юйджу? Где Юйджу? Ты не смог её восстановить? Я не знаю. Стоит ли это делать? Лидер, ваше одеяние. Замените материал на вышитый бисером шёлк. Есть. Обычно ты ни на что не тратишься. Не знала, что ты такой расточительный. Мне кажется, мы слишком торопимся. Торопимся? Ты хочешь устроить пир? Неужели ты подаришь мне звезду с неба? Да. Уродец. Они у тебя в глазах. Что же выбрать? Хань Гуан. Скажи, в качестве закусок на свадьбу лучше взять маринованные потрохы или гусину печень? Маринованные потроха очень горькие, из-за них бросают в жар. Гусиная печень плохо переваривается. Всё не то. Тогда что ты хочешь поесть? Помнишь, когда я впервые оказался в башне Гуань Ёй? Мы пили чай Лон Цзин с лёгкой желтоватой выпечкой. Творожная запеканка? Наверное, так она и зовётся. Она очень вкусная. Хорошо, её и возьму. А чай возьмём Лон Цзин. Вино Нью Архон будет лучше всего. Цинцинь. Давай поженимся. Мне это не надо. А я думаю, что надо. Субтитры подогнал «Симон» Демоница, почему ты здесь ешь? Я почти закончила. Если вышивать так сложно, то почему не купишь уже готовый наряд? Что ты говоришь? Мы столько всего пережили, я уже считаю тебя сестрой. Я должна сделать тебе свадебное платье. Вот же чудеса. Пару месяцев назад я и подумать не могла, что буду шить платье для Лу Чжау Яо. А я с самого начала знала, что ты настоящая проблема. Я... Не буду злиться. Кстати, вы уже выбрали «Счастливый день»? «Счастливый день»? А «Бадзи»? «Бадзи»? Да ладно. Вы даже не провели «Бадзи»? Вы что устроили? Свадьбу. Предсказатель, не вздыхайте. Что вы увидели? Их «Бадзи» несовместимы. Они не должны жениться. Чушь. Что ты сделаешь, если я за него выйду? Лидер Лу, я этим не хвастаюсь. Но мой учитель был полубогом, который предсказал дату появления меча Ван Дзюнь. В отличие от него, я не могу предсказать судьбу народа. Но что касается свадьбы... Демоницы, ты... Решено. Свадьба будет завтра. Нет, нет. Ваши «Бадзи» несовместимы. К тому же, завтра будет неудачный день. Вы не должны жениться завтра. Сыграем свадьбу завтра. Если вы настаиваете сделать всё по-своему, тогда лидер и лидер Ли потекут реки крови. Что же делать? Прошу, уходите. Ада. Хорошо. Есть. Стойте, стойте. Свадьба — это важное событие. Вы должны выбрать удачную дату. Вся моя жизнь — дурное предвестие. А ему никогда не везло. Нам не нужны его предсказания. Я знаю, какой хаос будет твориться завтра. Ну и что с того? Я — демоница. И он — демон. Прошли через все виды опасностей и проблем. Мы не боимся его предсказания. Свадьба состоится завтра. Если всё будет против нас, я с этим не смирюсь. Правда, уродец? Правда. В чём дело? Скажи всем приготовиться. Приступаем завтра. Нападём с главных ворот. Я хочу, чтобы Ли Чен Лань понял, что Лу Джао Яо принадлежит мне. Но мы ещё не готовы. Если поспешим, то понесём ненужные утраты. Переубеди меня. Вот что с тобой будет. Делай, как считаешь нужным. За мной! Кто-нибудь? Распорядитель. Кто прислал это письмо? Это... Я не знаю. В ваш кабинет никто не заходил. А встречи тоже никто не просил. Свободен. Слушаюсь. Боже, храни праведные секты. Боже, храни праведные секты. Боже, храни праведные секты. Сынок, что тебя так озадачило? Мне кажется, что моя жизнь похожа на это озеро. Я не знаю, куда податься. Почему же? Вся вода в мире впадает в океан. Все люди следуют лишь к смерти. Вы настоящий оптимист. Но сейчас... Я не более, чем капля в море. Я растерян. Идеи о справедливости, добрее, злее и праведности, которых я придерживался, оказались переоценены. Я... Тоже не знаю истины. Я просто хочу грести веслами и жить честной жизнью, чтобы прокормить семью. Только так я смогу прожить без тяжелого груза вины. Брат Цэн Лин. Удачи. Надеюсь, однажды секта Циэн Синь выйдет из упадка и снова встанет на ноги. Пусть твое сердце будет чистым. Быть ответственным. Только так я могу вершить справедливость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Девушки отдыхают Божество! Это моя вина. Я не защитил вас. Вы страдали. Распорядитель Чи, поднимайтесь. Мне так стыдно. Я не осмелюсь встать. Я знаю, что ты предан праведным сектам. Вставай, расскажи мне последние новости. Божество. После битвы на горе Феникса мы все думали, что вы умерли. У всех появились свои мотивы, чтобы стать лидером бессмертных сект. Дзен Сиу в союзе с Дянь Ву хочет напасть на Вань Лу. Сейчас Тен Цин Циэнь находится без сознания. Башня Тысячи Прахов отделилась от праведных сект. Сейчас Дзен Сиу в союзе с Дянь Ву хочет напасть на Вань Лу. Он хочет втянуть в это и другие секты. Что с Вань Лу? В последнее время они не нападают на нас. Думаю, это из-за внутренних раздоров. У них хватает своих забот. Но я слышал, что завтра Лу Джау Яу и Ли Чен Лань собираются пожениться. Не будь опрометчивым. Сохрани силы праведных сект. Пусть Дянь Ву узнает, на что способны Вань Лу. Посмотрим, куда прыгнет кошка. Слушаюсь. Кстати, вы вернётесь на гору Феникса, чтобы снова стать лидером? Отложим это на потом. Сначала я должен изучить писание секты Сю Цзон и восстановить свои силы. У Сю Цзон правда есть тайное заклинание? Люди из клана Дзян не живут дольше 30. Это как-то связано с их силой? В какой-то степени. Если вы заполучите их силу, разве вы не окажетесь в опасности? У меня золотое тело. Всё будет хорошо. Когда я заговорил о тайном заклинании, Дзян Хэ пытался о нём умолчать. Я хочу, чтобы ты помог мне заполучить его. Как прикажете? Я положу на это жизнь. Кто здесь? Божество! Великие дела не строятся на мелочах. Не будь мягкосердечным. Лидер, у нас проблемы! Лидер, у нас проблемы. Тот, кто учится в медицине, не должен знать тревоги. Что случилось? Говори. Я увидел, как божество убило нашего ученика. Это какое-то недопонимание. Я спрошу об этом у божества. Свободен. Слушаюсь. Постой. Запомни. Об этом никто не должен узнать. Слушаюсь. Я пойду. Я слышала, Дзяньву хочет напасть на Ваньлу завтра. Разве ты не с ними? Как ты посмела его прочитать? Послушай меня. Завтра состоится свадьба Лу Джао Яо Ли Чин Ланя. Этого нельзя допустить. У нас нет права голоса. Независимо от исхода. Дзяньву должен быть на церемонии. Это лучшее, что мы можем сделать. С одной стороны, Ваньлу понесут большие потери. С другой, мы можем позволить Ваньлу ослабить Дзяньву. Думаешь, Дзяньву проиграет? Даже божество и госпожа Чан Юй не смогли победить Ваньлу. Разве жалки Дзяньву справятся с ними в одиночку? Госпожа Линь. Не волнуйтесь. Мы просто наблюдатели. Мы дождемся подходящего момента и только потом нанесем удар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лидер, не выходите замуж за уродца, хорошо? Ши Ци, не плачь. Это неприлично. Не выходите замуж за уродца. Я не хочу, чтобы вы за него выходили. Ши Ци, сегодня у нас будет много тушёной свинины. Если не пойдёшь, то не съешь ни кусочка. Правда? Демоница, наконец-то ты стала женственной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сначала убьём Ли Чинь Ланя. Чтобы схватить головорезов, надо поймать их лидера. Решил украсть мою женщину? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Небеса и земля, станьте свидетелями этой свадьбы. Сегодня вы становитесь мужем и женой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Благословляю вас. Этот брак был создан на небесах. Поэтому ваша пара будет обречена на процветающий и блаженный брак в окружении ярких и пышных цветов. Мы желаем вам только счастья. Сегодня мы желаем лечить Ланю и Лу Джао Яо, идти рука об руку и дарить друг другу только лучшее. Пусть вы дополните друг друга и будете жить счастливо. Где Ши Цзи? Кажется, я не видела ее с начала церемонии. Он просто любит привлекать внимание. Не волнуйся. Хватит. Меньше проблем. Джи Янь, может, поищешь ее? Возвращайся скорее. Хорошо. Я желаю вам состариться вместе и жить в вечной радости и гармонии. Пусть у вас будет много детей. Плодитесь и размножайтесь. Ши Цзи! 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 Ши-цэ! 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 Скорее спускайся! Это опасно! Церемония скоро начнётся! Не пойду! Не пойду! Не пойду! Не пойду! Не пойду! Не пойду! Ши-цэ! Ши-цэ! Больно? Что мне делать? Я стану сиротой! Ничего, ничего! Я... Я больше не нужна лидеру! Стойте! Зачем ты пришёл? Чтобы жениться на тебе? Наглец! Давай! Зачем пришёл Дзяньву? Я же говорила, выбрать удачную дату. Они оба ранены. Как они себя защитят? Лидер! Лидер! Ши-цэ! Послушай меня! Кое-что произошло! Очнись! Ши-цэ! 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 Не трогай меня! Лидер! 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 Хе-хе! Лидер! Где Ши-цэ? Я не знаю, где она, но её ищет Жи-янь. Гухань-гуан, уведи саможёный Цзинь-цинь. Быстрее! У них нет боевых навыков! Му-цэн! 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 Лидер! 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 Ты настоящий слабак. Может, лучше я буду заботиться о Лу-Джоу-Яу? Ты невероятно мерзкий. Тебе нравится? Твой венец у меня. Не хочешь за меня выйти? Ты... Твой венец у меня. Твой венец. Твой венец. Твой венец. Западная глава, сколько прошло с нашей последней встречи? Я... Вань Лу, не такие уж и великие. Ле Чэнь Лань, теперь ты меня не победишь. Я забрал силы Цинцинсьеня. Умри. Чёртовы силы Цинцинсьеня. Я победил обоих лидеров. Вы захотели умереть? Бросайте оружие. Живо! Посадить их в темницу. Есть! Прошло с вами. Прошло с ним! Прошло с ним! Прошло с ним! Не знаю, что вы спрашиваете. Закопайте этот меч Он узнает своего хозяина Ши Ци Ши Ци, очнись сейчас же У Вань Лу проблемы Ши Ци Чен Лань Зянь Ву заколдовал темницу Твоих сил не хватит, чтобы ее расколдовать Сейчас меня больше всего волнует ее здоровье Не переживай Жао Яо сама о себе позаботится С ее характером Зянь Ву ждут большие неприятности А Жон Это правда, что только Цин Цин Сьень может Заставить сердце Лотоса расцвести? Ты больше ничего не придумал? Говорят Зянь Ву захватил Вань Лу Да Кажется, я его недооценивал Даже божество не смогло их победить Кто же знал, что у него это получится? Это точно Зянь Ву крупно повезло Он напал на Ли Чен Ланя, когда у того не было сил Теперь у Вань Лу новый лидер Ли Чен Ланя взяли в плен в день свадьбы с Джао Яо Жизнь так непредсказуема Госпожа, стойте! Можете идти Есть! Я знаю, зачем ты пришла Я и сам удивлен исходом Но не волнуйся Совсем скоро Я придумаю, как свергнуть Дзянь Ву Я не могу больше ждать Жизнь Ли Чен Лани висит на волоске Я должна отправиться туда Ли Чен Лани уже победили И если ты отправишься в Вань Лу То обречешь себя на поражение Обречешь не только свою жизнь Но и великий план Ладно Тогда скажи О каком великом плане ты говоришь? Я пока не могу сказать Все, что ты можешь сделать Это ждать Ждать? Все, что мне нужно Это Ли Чен Лань Ради него я пошла на уступки И что в итоге? Лу Чжао Яу не умерла Теперь жизнь Ли Чен Лани под угрозой Ненавижу праведников Отец Отец Ты слышал, что Вань Лу? Слышал Я должен Сан Лин Успокойся Запомни Ты не должен принимать поспешных решений Дзянь Ву захватил Вань Лу Если Лу Чжао Яу Ли Чен Лани И Глав уже поймали То чем им сможет помочь Поддержка Секты Цьэнь Синь? Мы Будем Просто наблюдать за этим? Побережем силы Мы сможем выжить Только если не будем высовываться Сможем выжить? Мы не помогаем тем Кто помог нам Разве это правильно? Отец Я правда не понимаю Несмотря на высокомерие Вань Лу спасли множество людей В то же время Праведные секты многим навредили Что есть правда А что ложь Что такое добро и зло? Какой справедливости Придерживаются праведные секты? Цан Лин Ты запутался Не нужно себя принуждать Помедитируй Найди ответ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Хочешь удержать меня в плену? Скукота Лучше убей меня Или отпусти Зачем ты меня держишь? Потому что ты мне нравишься А ты мне нет Лучше уяу Я не убиваю Ли Чань Ланя Лишь из уважения к тебе С этого момента Не забывай В каком положении ты находишься Ты моя Да Ты молодец Но красноволосый Запомни Я не твоя Я не принадлежу тебе Я не принадлежу ему Я принадлежу лишь себе Только мне решать Кому ты принадлежишь Девушки отдыхают Он захватил Вань Лу в одиночку Он взял в плен Ли Чань Ланя и Лу Чжау Яу Весь народ сидит в темнице Боюсь, никто не сможет остановить этого демона Мы ведь союзничали с Дянь Ву А сейчас... Что происходит? Распорядитель Чи, лидер Сюн Почему вместо работы вы треплете языками? Хватит Возвращайтесь к делам, живо Слушаемся Сюнь Тиан Не будь слишком строгим Дянь Ву захватил Вань Лу Это было неожиданно Ученики не могли не обсудить это Дзянь Сиу Как ты посмел вернуться на гору Феникса? Брат Сюн Тьень За что ты так? Дзянь Ву захватил Вань Лу Теперь весь праведный мир в его руках Точно Это же ты говорил, что нам нужен Баланс Ты присоединился к Дзянь Ву и навредил Цин Сианю Вот почему Дзянь Ву так обнаглел Разве твои ученики Не нападали на башню тысячи прахов? Я ждал вас здесь Чтобы обсудить, как нам разобраться с Дзянь Ву Когда он собирался напасть на Вань Лу, мы его не поддержали Зная его характер, я уверен, что он на нас обиделся Теперь он прибрал Вань Лу к рукам, и в его власти не стоит сомневаться Если однажды он нападет на нас, праведным сектам тоже настанет конец Дзянь Ву захватил Вань Лу Тем не менее, устой Вань Лу не так легко пошатнуть Никто не знает, чего нам ждать Будем наблюдать со стороны Посмотрим, стоит ли нам делать свой шаг Распорядитель Чип Раф Его мнение имеет права на существование Но, закончим на этом Однако Скоро нас что-то ждет Я слышал, ты держишь лидера Тан на горе Феникса Это переходит все границы Да! Зачем ты держишь лидера Тан в заложниках? Никто на горе Феникса не признавал тебя хозяином Дзянь Сиу, быстро освободи лидера Тан! Зачем кричишь? Я просто боюсь, что Дзянь Ву ей навредит В данной ситуации Мне больше незачем ее держать Тебе придется отпустить Тан Юнь А также Убраться с горы Феникса В конце концов Это бывшая обитель божества Верно Гора Феникса была обителью божества Именно божество и должно меня прогнать Разве твое мнение здесь хоть что-то значит? Господин Лидер Тан хочет увидеться с вами Господа Мне пора Как отдыхаются? Я посижу с тобой Лучше, Ау-Яу У тебя нет вопросов? Нет Тебе не интересно, почему ты мне понравилась? Нет Даже если так, я все равно расскажу Тогда к чему это было? Ты веришь? Что в этом мире есть кто-то, появившийся благодаря тебе? Верю Это ты Ты знала? Цинь-Циэн-Циэнь мне все рассказал Не думаешь, что эта ситуация похожа на тот день? На какой? На день, когда ты схватила Цинь-Циэня Все говорят, что я его внутренний демон Но, как по мне Цинь-Циэнь – оболочка для моей души Я живу из-за тебя Я стал сильнее, потому что Цинь-Циэнь был бессилен Я становился все больше Я мог контролировать его И сделал его одержимым После битвы в гробнице меча он украл твое тело Он держал тебя в ледяном лабиринте Я не думал, что он станет читать заговоры, чтобы очистить сердце В конце концов, он меня изгнал Лу-Джау-Яу Ты видела демонов, изгнанных из сердца? Внутренних демонов никто не понимает Впрочем, как и я Но я смог понять, что во мне есть сила Я могу питаться человеческим страхом Выпустите! Выпусти нас! Живо открывай! Негодование Смирись с судьбой Я считал тебя своим братом Как ты мог напасть со спины? А также яростью Не смей нас унижать! Выпусти нас! Я пожирал отвлекающие эмоции из сердца Цинсьеня Я насыщал ими свое тело Постепенно они делали меня сильнее и больше Так Дзянь Ву и предстал перед тобой Зачем ты это рассказываешь? Мне плевать, как ты таким стал И ради кого ты это сделал Я хочу, чтобы ты знала Что я существую благодаря тебе Просноволосый Ты живешь в этом мире всего пару лет Должно быть, пришлось неплохо постараться, чтобы стать тем, кто ты есть Но, наверное, никто тебя не учил Не быть слишком самоуверенным Ты мне очень нравишься Твое лицо прекрасно, даже когда ты злишься Скажи, что любишь меня? Не люблю Твое лицо Ладно Продолжай упорствовать Если ты меня не любишь То я буду убивать по члену Вани Лу в день До тех пор, пока ты не скажешь, что любишь меня Дзянь Ву Вернись Ты быстро передумала Я хочу есть Принеси еды Ань Ву Иди и принеси ей еды Ань Ву, я слышал, о чем вы говорили Кто тебе разрешал? Нет, Ань Ву Я считаю, что ты крут во всем Но не в этот раз Лу Джао Яо можно убедить, но не принудить Твой метод не сработает У тебя есть план? Мне кажется, ты должен приготовить еду сам От такой еды у нее затрепещет сердце Девчонки это обожают Ладно, мне нужна твоя помощь Это точно сработает? Приготовь ей еду и покажи, что тебе не плевать Сейчас Лу Джао Яо наверняка беспокоится о членах Вань Лу Угрожай ей и дай пару обещаний Так ты точно ее сразишь Ань Ву Хоть мы и захватили Вань Лу У нас мало людей А в темнице народу полно Тогда убей их Ань Ву Тогда Лу Джао Яо тебя не полюбит Тогда пусть убьют друг друга Ты что, забыл? Что стражи скорее себя убьют, чем своих собратьев Уведите их в комнату Пусть задохнутся Моцин 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 Ли Чэнь Лань Ты не сможешь меня победить Я забрал силы Циньсьеня В нем Есть силы Циньсьеня Если Дзянь Ву забрал силы Циньсьеня Ты хочешь, чтобы он тебе помог? Не говоря уже о том, как это опасно Дзянь Ву Пошел на многое, чтобы заполучить силы Циньсьеня Цинься Разве возможно попросить его об этом? Время никого не ждет Если Цинь Ву не согласится, я должен буду его переубедить Если Джао Яо взорвется в пятый раз То обратного пути не будет Сколько раз она уже взорвалась? Два раза Попробуй Я сам ее приготовил Что такое? Ты не хочешь есть? Хотела, но теперь аппетит пропал Тебе придется ее съесть? Я не могу есть, будучи заложницей Я съем ее, если ты меня выпустишь Лу Чао Яо Это не обсуждается Просноволосый Не хочешь договориться? Я не хочу с тобой договариваться Я хочу с тобой встречаться Ты опоздал Я уже вышла за Муцина В этой жизни я могу быть только с ним Он даже не снял Вуаль Разве это считается браком? В глубине души я давно за него вышла В моем сердце только он Нет смысла держать меня в плену А мне так не кажется В моем сердце только ты Я думаю только о тебе Ты снишься мне каждую ночь Правда? Тогда достань свое сердце и покажи Ладно Поцелуй меня, и я его достану Вышло слишком сильно Прости Ничего Я тоже очень сильный И ты меня прости Что это за шутки? Фейерверк? Третий раз Сестра, это уже третий раз Я правда становлюсь слабее Что же нам делать? С ума сойду, с ума сойду Ты снова здесь? Я тоже взорвался дважды, что нам делать? Ты так и не нашел противоядие? На его поиски нужно время, а времени нет Если я умру из-за этой таблетки То не оставлю от твоей лавки Мокрого места К тому времени я сам стану призраком Сестра, сестра У тебя сильная слабость Может отдохнешь? Я боялась, что не смогу убежать от Занву Вот и убежала Мне нужно кое-кого спасти Ты торопишься? Хочешь кого-то спасти? Своего мужа Девчонка Где мы? Темница, Ваньлу Все из-за того, что ты напилась Теперь главой Ваньлу стал Занву Он запер здесь всех А где лидер? Тоже в заложниках А где? Девчонка Субтитры сделал DimaTorzok 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 У тебя есть еда? Да. Ну что, наелась? Не волнуйтесь. Я передам Дзяньву, чтобы он не обижал Джау-Яу. Наверное, сейчас они наслаждаются едой в компании друг друга. Ты прав. В Вайн-Луине такое происходило. Пока лидер рядом, всё будет хорошо. Да. Лидеру секты не место в темнице. Почему вы такие спокойные? Продолжение следует... Трябуды Exactruяя Продолжение следует... СMakeover. Продолжение следует... Разрет. Потому что Анатолий아 выше. Ражу methodуச实е... С đó. Уродец. Я спасу тебя. Кажется, Лу Джао Яу не особо тебя любит. Прошло столько времени, а оно так и не показалось. Тебе все еще весело? Мне смешно от твоей ревности. Уродище. Джао Яу, как ты? Как ты можешь говорить обо мне? Как ты? Ты правда не можешь про него забыть? Тогда я его убью. Идиот. Му Цин. Теперь ты не так сильна, как раньше. Но мне это нравится. Зянь Ву! Звучит музыка. Нет. Не надо, Му Цин. Му Цин, нет. Джао Яу. Отвечай, где они? Ты захватил Вань Лоу и стал лидером. Впечатляюще. Если ты об этом не знаешь, то откуда знать мне? Для коллеги ты слишком раздражающий. Как думаешь, я смогу отрезать твои руки? На здоровье. Хорошо. Я знаю, что ты меня не боишься. Но я слышал, что западный глава знает обо всём, даже находясь дома. Думаю, ты знаешь мою любимую игру. В темнице полно членов Вань Лоу. Если не перестанешь быть упертым, то эти кинжолы пронзят сердца твоих товарищей. Ты всё расскажешь? Или будешь смотреть, как они умирают? Выбирай. Запретные земли! Какой толк от упертости? Лучше будь бессердечным. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не волнуйся Ялу Джауяу Прошла через Всевозможные трудности Я ведь выжила, правда? Надеюсь, теперь все твои проблемы Упадут на мои плечи Джауяу Это уже четвертый раз Мне очень страшно Почему? Почему? Когда печально известная демоница вроде меня Попадет в загробный мир Она станет его проклятием Сам дьявол Меня туда не пустит Если мне придется пробираться в ад Я все равно буду должен тебя вернуть Джауяу 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 Целуетесь у могилы? Не хило Ты правда сын короля демонов Настоящий демон Джауяу Сын короля демонов И должен быть таким Покажи, на что ты способен Нападай Что это значит? Джауяу стоит на пороге смерти От битвы нет никакого толку И что? Заключим союз Спаси ее Хорошо Поклонись мне трижды Тогда помогу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают DimaTorzok Уродец Я вернулась КОНЕЦ КОНЕЦ Я сказала, давай поженимся. КОНЕЦ 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 Чем больна Джао-Яо, если ты готов забыть про честь и отдать свою жизнь взамен на ее? Ты уже видел, как она взорвалась? Видел. На пятый раз она умрет. Это был второй? Четвертый. Когда это произойдет? В любую секунду. Я спасу ее. Но не забывай. Я спасу ее, потому что люблю. А не из-за твоей мольбы. Хочешь, чтобы я применил силы Цьинсьеня? Я придумаю, как их восполнить. Восполнить? Я хочу, чтобы она всегда была у меня в долгу. Зачем тебе что-то, принадлежащее Цьинсьеню? Это сердце лотоса. Сокровище башни Тысячи Прахов. Зачем оно нужно? Для заклинания шестигранного алмаза. Запомни, только сила Цьинсьеня сможет заставить его расцвести. Чтобы создать заклинание, направь силы в сердце лотоса. Так просто? После этого я буду удерживать заклинание мечом и поддерживать баланс между нами тремя. Когда ты создашь его, нам нельзя будет двигаться. Если мы ошибемся, то ты не только потратишь силы впустую, но и наши жизни могут оказаться в опасности. Хорошо. Сестра Цзэйюй! Сестра Цзэйюй! Сестра Цзэйюй! Скорее скажи, что происходит в Аньлу? Почему ими управляет Дзяньву? Во время церемонии лидер Ийджао Яо Дзяньву застал нас врасплох. Ни глава, ни даже Цзэйджи Я не смогли спастись. Если бы Я не была на задании, то оказалось бы в темнице вместе с нашими братьями. Где лидер? Лидер? Он потерял меч Ван Цзюнь. Теперь он не так силён. К тому же Дзяньву заколдовал темницу. Так просто ему не выбраться. Сестра Цзэйюй! Ты куда? Лидер в опасности. Я не могу сидеть на месте. Если ты отправишься в Аньлу, то обречёшь себя на смерть. Я должна пойти. Сестра Цзэйюй, я с тобой. Сестра Цзэйюй, ты готова рискнуть с собой ради лидера. Хоть я и не могу это сделать, но я буду рядом с тобой. Сестра Цзэйя. Капитан! Капитан! Что вы здесь делаете? Мы рискуем жизнями, чтобы спасти вас. Что ты себе позволяешь? Ты предала Вань Лу. Ты? Да. Я предала Вань Лу. Но я не предавала стражей. Я Линзе Юй всегда была верна только Ли Чин Ланю. В Вань Лу начались внутренние конфликты. И я не могу отдать секту в чужие руки. А да. Я хочу спасти лидера. Со мной ты или нет, решай сам. Я доверюсь ей ещё раз. Приготовить оружие. Есть! Субтитры создавал DimaTorzok Что происходит? А мне откуда знать? От меня исходит злая энергия. Точно. Я не Цинь 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 Цинь. Я его демон. От внутреннего демона исходит злая энергия. Теперь ты не сможешь никому навредить. Ты мне не указ. Неужели Цинь 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 Черпал силы из моего сердца? Дзяньву, что ты творишь? Спасаю её Я отдаю тебе своё сердце Теперь ты веришь, что я люблю тебя Субтитры сделал DimaTorzok Убить Лу Джао Яо Это мой единственный шанс Почему мне кажется, что Дзяньву помогает Лизеру? Ада Я разберусь сама Освободи глав, пока Дзяньву слаб Будь осторожна Уходим Это ты? Сдерживай заклинание Ты хочешь отдать за неё жизнь? Моя жизнь принадлежит ей Ли Чэнь Лань Это я спасла тебя, Иван Лу Но больше я не стану тебя спасать Не забывай Ты унизил меня Чэнь Лу Джао Яо Чэнь Лу Смотрите Что случилось с барьером? Он стал слабее Неужели Дзяньву мёртв? Нет времени объяснять Я должен вас спасти Ада Скорее бегите Идите за мной Скорее Не отставайте КОНЕЦ КОНЕЦ Очнулась Что ты здесь делаешь? Я вырвал своё сердце, чтобы спасти тебя Он подтвердит Мы с Дзяньву создали заклинание шестигранного алмаза Аньву! Аньву! У нас проблемы В чём дело? Темница пуста Так поймайте всех Что ты сказал? Сказал поймать их Ты Кажется Мои силы вернулись Правда? Правда Благодаря мне Красноволосый Что ты приказал сделать с моими людьми? Схватить? Да? Они же не мои Зачем их держать? Ваньву изначально принадлежала мне Уродец управлял ей Как бы плохо это ни было С каких пор она стала твоей? Молодец, Джао Яо Я отдал своё сердце А ты даже не поблагодарила Это разные вещи Я благодарна за спасение Я за него отплачу Правда, Муцин? Но нам Нужно прояснить Кому принадлежит Ваньлу Ладно Будем играть по правилам праведников В день вашей свадьбы я захватил Ваньлу Как ты и говорила, правителем становится сильнейший Поэтому я буду лучшим лидером Ладно Давай играть по-твоему Красноволосый Почему бы... Красноволосый Верни мой меч У меня его нет Тогда где он? Чтобы создать заклинание Нам нужна была сила древнего меча Линзе Юй напала на меня И забрала меч Тебя ранила Линзе Юй? Всё хорошо Я тоже ранен Обо мне не хочешь позаботиться? Я правда отдал тебе своё сердце Ты мне не веришь? Ладно Сейчас увидишь Смотри Ты правда вырвал сердце? Думаешь я шутки шутил? Теперь здесь дыра Спасибо, что спас меня Даже если мне придётся восстать из мёртвых Я обязательно отплачу тебе Мне ничего не нужно Просто прогони его Нет Я люблю Муцина Если уйдёт он То уйду я Ладно Значит ты готова отдать Ваньлу мне? Я основала Ваньлу Я не могу уйти Но если ты сможешь её защитить Я уступлю своё место В знак благодарности Лу Джао Яу Я ценю твою щедрость Но кроме тебя Мне ничего не нужно Если ты уйдёшь Я уничтожу секту Тогда что тебе нужно? Оставайся и будь лидером вместе со мной Если я останусь, то и он тоже Какой от него толк? Будет охранять ворота? Он будет лидером Ладно Но только потому, что ты мне нравишься Теперь он Ты И я Будем лидерами секты Согласна? Три лидера? Очень интересно Аньву Как ты смеешь меня перебивать? Мы должны устроить собрание Оповестим всех об этом Аньву Статус лидера принадлежит только тебе Зачем ты им делишься? О стратегии не слышал? О стратегии? Лу Джау Яу пошла на уступки Если я буду дерзить То она подумает, что я испытываю судьбу Вот оно что Аньву Ты играешь в бесконечную игру Мне даже показалось, что ты с ума сошёл Я сошёл с ума из-за неё Иначе зачем мне мириться с Личей Ниланем? Аньву Мы сбежали из темницы, чтобы увидеть это Пожалуй, лучше вернуться в Цинь-Цинь Три лидера? Я впервые о таком слышу Демоница не устает нас удивлять Так и знала, что надо было оставаться в темнице Зря старалась Ваньлу всегда принадлежала лидеру Ли А вы нажились на том, что успели на него напасть Теперь, когда лидер в порядке Он не отдаст вам ни крохи своего Рано или поздно вас отсюда выпрут Прогоним их! Пошли вон! Успели напасть? Если бы лидер Цинь не спас Лу Джоу Яо Вы бы сгнили в той темнице Да, сидели бы за решёткой Чушь! Вы должны уйти отсюда Создайте свою секту Да, создавайте свою секту Сейчас они у меня получат Ши Ци, иди сюда Не вмешивайся Живо уберите мечи Лидеры скоро придут Смирно Лидер здесь Мы договорились быть лидерами Я не должен идти сзади Пойдём наравне и зайдём вместе Ладно Субтитры создавал DimaTorzok В зале всего одно кресло, а нас трое В избежание разногласий мы должны прояснить правила Решим, кто будет сидеть в центре Тот, кто стал лидером раньше Садись Хорошо Садись по центру Тогда я не буду церемониться Стой Я согласен, чтобы ты сидела посередине Я хочу тебя побаловать Но место слева не менее достойное Почему он его занял? Разве я не говорила, что место займёт тот, кто стал лидером раньше? Я первый лидер Я сижу в центре Он второй лидер, и ему сидеть слева Ты последний, садись справа Нет уж Я хочу сидеть слева Скажи ему пересесть Не хочешь? Ладно Я сяду сюда Всё решено Ладно Мы собрали вас всех Я хочу объявить, что теперь Ванилу будет три лидера Мы станем семьёй Но не волнуйтесь Пусть прошлое останется в прошлом Почему ты меня перебиваешь? Мы лидеры Почему тебе можно говорить, а мне нет? Ладно, говори Я закончил Бывший лидер Раз в Ванилу появилось три лидера Кто будет руководить делами секты? Каждый предложит свою идею, и мы выберем лучшую Решено Если это всё, то свободны Есть лидер Лу Лидер Ли Есть лидер Дзян Есть лидер Лу Лидер Ли Есть лидер Дзян Есть лидер Лу и лидер Ли Есть лидер Дзян Есть лидер Лу Лидер Ли Есть лидер Дзян На что уставился? Страх потерял? что такое девчонка так нельзя мне так грустно я никогда не любила уродца но он нравится лидеру а сейчас появился дзянь ву из-за него тянь 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 не сможет со мной играть а я должна ему повиноваться если бы я спасла лидера то ничего бы не произошло девчонка забудь я пойду тренироваться я хочу победить дзянь ву и уродца тогда лидер станет моей глава вы давно не были в зале вуар на этот раз ходили нас ждут изменения ванилу огромная секта но они сделали из нее детскую площадку у меня от этих двоих голова раскалывается а теперь появился еще и третий в темнице было бы намного спокойнее а где дзянь тянь госпожа шэнь на кухне она сказала что хочет приготовить выпечку голова может вы поговорите с госпожой чтобы она так часто не было на кухне она провела там все утро у нее не получается уже в пятый раз у нас не осталось ни меда не муки у нас есть запасы я кормил тебя пять лет почему ты на это не жалуешься разве вы не говорили что вы бережливость это к лучшему а Слышал, ты провелась здесь весь день? Хочешь поязвить? Я и не пытался. Снова не получилось. Горячие. Они не получились. Попробуешь, когда получится. Хорошо. Что это? Открой. Это мои бадзы. Ты… Теперь Ванилу три лидера. Даже представить не могу, что они учудят. Почему бы… Нам не пожениться как можно скорее. Ты согласна? Да. 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 Божество. Вам пора выпить лекарства. Божество. Да. 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 Божество. Вы слышали, что приключилось в Ванилу? Теперь у них три лидера. Я впервые о таком слышу. Правда? Я лучше не буду вас беспокоить. Кстати… Божество, вы можете смело обращаться ко мне. Я, Ли Ядзи, сделаю всё, что в моих силах. Ничего такого. Просто… Я прочитал это. Довольно интересно. Продолжайте. Возраст лидеров секты связан с заклинанием секты Сю Цзон. Это правда? Ну… Лидер говорил нам, что это тайна секты. Посторонним нельзя о ней знать. Я не сую нос в чужие дела. Ваш лидер спас меня. Я всего лишь хочу исполнить свой долг и продлить его жизнь, чтобы отплатить ему за помощь. Вот вы о чём. Я мало что слышал от лидера. Он говорил, что это заклинание дарует невиданную силу, но так как оно слишком сильно, то оно отнимает жизнь своего создателя. Каждый лидер рождается очень слабым, но к 30 годам набирает силу. Так повелось, что ни один человек из рода не смог прожить больше 30. Значит, сейчас лидер Дзян… Лидер хочет положить конец проклятью на своём веку. Именно поэтому он до сих пор и не женился. Следите за людьми с горы Синь. Не дайте им напортачить в Шуанье. Ванилу – отличная секта. То, что произошло на горе, никак не задело её нижнюю часть. Раньше так не было. Дзян Ву. Я удивлена, что ты лишился сил Синь Синья и спас меня. А что здесь удивительного? Дело в том, что раньше ты был сильнее меня или Чинь Ланя. Ты был сильнейшим человеком в мире. И тем не менее от этого отказался. Ты забыла, что я тебе говорил? Я говорил, что люблю тебя. И что могу отдать тебе своё сердце. Что? Влюбилась в меня? Ты ещё не поправился? А сама как думаешь? Это лекарство девяти циклов. Оно тебе поможет. Я знал, что тебе на меня не плевать. Уже поздно. Нам пора уходить. Нам по пути. Я провожу. Где я буду спать? У нас огромная секта. Найди себе место. Где, например? Ванилу всего три зала. Ты заняла Джоу Чень. Мне спать с ним в Цинбо? Нет. Чего это вы выёживаетесь? Мне тоже это не нравится. Ты отвратительный. Ладно. Я займу зал в УАР. Он сполна отразит мой авторитет. Значит, решено. Я займу самый большой зал. Эй. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Эй. 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 Девушки отдыхают Мою жизнь